О детях. Страх трудного рождения. Вас заботит время трудного рождения. И заботит, и страшит так, что эта преобладающая мысль мешает вам пользоваться всяким благом жизни, и поэтому желаете иметь какую-либо молитву себе в укреплении. Есть православные предания, что в этих случаях прибегают к Божьей Матери по названию иконы, Феодоровской. Вымените или напишите себе эту икону, празднование которой бывает дважды в год, 14 марта и 16 августа, 27 марта и 29 августа по новому стилю. Если пожелаете, то можете накануне этих дней вечером совершать домашнее бдение, а в самый день молебствие с Акафистом Божией Матери. По усердию можете совершать это и в другое время, как пожелаете. Можете ежедневно и сами молиться Царице Небесной, читая ей не менее 12 раз в день «Богородица Дева, радуйся», хоть с поясными поклонами. Столько же раз читать и кондак ей, не имамы иные помощи, не имамы иные надежды. Разве тебе, Владычица, ты нам поможи? На тебе надеемся и тобою хвалимся. Твои бои с мы раби, да не постыдимся. Обязанности крестных родителей От восприятия младенцев при крещении не должно настойчиво уклоняться. Нас судить будет Бог, Всеведущий, которому вполне известно, сколько могут назидать духовных детей восприемники в настоящее время. Впрочем, обязаны они часто молиться за детей своих, чтобы Господь удержал их на пути благочестия и не попустил совершенно уклониться от стезей спасения. И вообще, молитва Всеведущему и Всесильному Богу за близких нам людей должна приноситься со смирением, где невозможно помочь делам и советам, заповедь имеем молиться друг за друга. Да исцелимся! О подкинутом младенце Нисколько не смущайтесь тем, что к вашему дому подкинули младенца мужского пола, и не избегайте христианского дела оказать этому ребенку возможную с вашей стороны помощь и содействие. Сперва в простом воспитании, а если Господь Бог продлит его жизнь и вашу, то и в христианском наставлении, чтобы самим получить за это милость от Господа. В Священном Писании сказано «Блажен ижеимы теми в Сионе». То есть блажен тот, кто будет иметь в вечной торжествующей Церкви Христовой хоть единое чадо духовное. Вы пишете, что можете дать этому ребенку воспитание в добром бездетном семействе, помогая как ему, так и тем, которые будут его воспитывать. Хорошо сделаете, если поступите так. Пишите также, что можете его усыновить себе. Формальности этой не советую вам делать. А прежде всего постарайтесь дать ему христианское воспитание, а при этом и образование, не высокое и блестящее, а потребное к делу, чтобы ему быть практичным человеком, могущим добывать себе хлеб насущный. А во-вторых, можете его обеспечить соразмерным денежным капиталом, положив этот капитал в какой-нибудь банк с таким условием, что если этот ребенок доживет до совершеннолетия, то сможет его получить. Если же он умрет прежде совершеннолетия, в таком случае местное общество или местное начальство должно разделить этот капитал вдовам и сиротам по усмотрению. Проценты же с капитала могут пойти на воспитание мальчика теми, кто возьмет его под опеку. Христианское воспитание Вас тяготит забота, как дать детям нашим христианское воспитание, и выражаете эту заботу так. Всякий день на опыте вижу, что не имею достаточно твердости к исполнению долга по совести, и чувствую себя весьма неспособной сложить душу человека по образу и по подобию божественного учения. Последняя мысль выражена очень сильно и относится более к содействию и к помощи Божией. А для вас довольно будет и того, если вы позаботитесь воспитать детей своих в страхе Божием, внушить им православное понятие и благонамеренными наставлениями оградить их от понятий чуждых православной церкви. Если что благое вы посеете в душах своих детей в их юности, то может после прозябнуть в сердцах их, когда они придут в зрелое мужество после горьких школьных и современных испытаний, которыми нередко обламываются ветви благого домашнего христианского воспитания. Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо позаботиться, вкоренить в детях обычай почаще ограждать себя крестным знаменем и особенно предпринятием пищи и питья, ложась спать и вставая пред выездом, пред выходом и пред входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно или по-модному, а с точностью, начиная с чела до персий и на оба плеча, чтобы крест выходил правильный. Не мешает, кроме других воспитательниц, если возможно, иметь для себя хорошую русскую няню. Остальные пусть занимаются другими вопросами, а православная няня по православной части и особенно крестным знаменем. С нее этот предмет и спрашивать. Постарайтесь по обстоятельствам как можно лучше приспособить это к настоящему делу. Совершенно же этого из виду упускать не должно. Ограждение себя крестным знаменем многих спасало от великих бед и опасностей. Пишите. Желала бы я, чтобы мы избегли с мужем того пагубного разногласия в деле воспитания, которое почти во всех супружествах вижу я. Да, вещь эта действительно премудренная. Но спорить об этом при детях, как вы и сами заметили, не полезно. Поэтому в случае разногласия лучше или уклоняйтесь и уходите, или покажите, что не расслышали, но никак не спорьте при детях о своих разных взглядах. Советы рассуждения об этом должны быть наедине и как можно хладнокровнее, для большей действенности. Впрочем, если вы успеете насадить в сердцах ваших детей страх Божий, тогда разные человеческие причуды не могут так зловредно действовать на них. Замечайте в сыне вашем сухость или недостаток чувств и другие несовершенства. Но в детстве вообще не у многих бывает истинное настоящее чувство. А большей частью оно проявляется в более зрелом возрасте, уже тогда, когда человек больше начнет понимать и кое-что испытает в жизни. Притом избыток внутреннего чувства незаметно служит поводом к тайному возношению и осуждению других. А недостаток чувства и сухость невольно смиряет человека, когда он станет понимать это. Потому много не огорчайтесь тем, что замечаете в сыне вашем этот изъян. Со временем, может быть, и в нем неизбежные в жизни испытания пробудят должное чувство. А только позаботьтесь о том, чтобы передавать ему по возможности обо всем здравые понятия, согласно учению Православной Церкви. Пишите, что до сих пор сами занимались ним и прошли с ним священную историю Ветхого Завета. И спрашиваете, как и чему его учить и кого избрать для него. Пройдя с ним Ветхий Завет, вам самим должно закончить это дело, то есть перейти к Новому Завету. Потом уже начать катехизическое учение. Вы боитесь, что сухость катехизиса не прибавит ему теплоты. Катехизис никому не прибавляет теплоты. А довольно того, чтобы дети имели правильные понятия о догматах и других предметах Православной Церкви. Если желаете, чтобы православное учение действовало и на сердце сына вашего, то читайте с ним Православное Исповедание и Училище Благочестия. А Законоучитель пусть обучает его по катехизису, принятому в учебных заведениях. Вы затрудняетесь с выбором и назначением духовника, чтобы своего духовника не огорчить. Наперед сами объясните ему все то, что находите нужным и полезным для вашего сына. С прибавлением прошения исполнить это, так как по вашему сознанию для ребенка нужна священная обстановка на исповеди, хотя для понимающего она особенного значения не имеет. Перед исповедью и сами вы займитесь вашим сыном и приготовьте его к этому таинству, как сумеете. Заставьте его пред исповедью прочесть заповеди с объяснением. Касательно исправления его недостатков вообще, можете ему говорить иногда полушутливым тоном. Ты ведь, молодой князь, через такие поступки не ударяешь себя лицом в грязь. Вы глубоко уверены, что нет для человека иного источника благополучия на земле и вечного блаженства на небе, кроме Церкви Христовой. И что вне оной, ничто, и желали бы передать это убеждение детям своим, чтобы оно было как бы сокровенной их жизнью. Но вам кажется, что не имеете призвания учить и не можете говорить с должной силой убеждения об этом великом предмете. Как мать чадолюбивая, сами передавайте сведения об этих предметах вашим детям, как умеете. Вас в этом заменить никто не может, потому что другим вы должны сначала растолковать ваши понятия и желания. Кроме того, другие не знают ваших детей и их душевное расположение и потребности. И при том, слова матери более могут действовать на них, нежели слова постороннего человека. Наставления других действуют на ум, а наставления матери на сердце. Если же вам кажется, что сын ваш многое знает, многое понимает, но мало чувствует, то, повторяю, не огорчайтесь и этим, а молитесь Богу, да устроит полезное о сыне вашем, як уже весть. Вы пишете, что у него прекрасная память. Пользуйтесь и этим. Передавайте ему, кроме наставлений, душеполезные повести и время от времени спрашивайте его, чтобы он вам повторял, как помнит и понимает. Все, что он от вас услышит, будет сперва хранить в его памяти и уме, а потом, с помощью Божией, при содействии опытов в жизни, может перейти в чувства. Вы жалуетесь, что мать отвлекает вас от занятий с сыном. Можете объяснить ей прямо, что для пользы сына требуется, чтобы вы с ним занимались, а она, как разумная бабушка, конечно, должна снизойти вам в этом без огорчения. Повторяю, призывая Божью помощь, действуйте касательно сказанного, как умеете, как вас вразумит Господь и как можете, ничтоже сумняйся и ничтоже бояся. Отношение к родителям. Ты желаешь иметь от меня собственноручную строчку, называя себя духовную моею дочерью? Если так, то слушай, что скажет тебе духовный отец твой. Если желаешь в жизни твоей быть благополучной, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не по простым человеческим обычаям. Глаголит Бог Господь через пророка Исаию, «Аще послушайте меня», то есть исполнением заповедей Божиих, «то благая земли снести». Главное же заповедь в обетовании. «Чти отца и матерь, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земли». Неуместные выходки или вспышки перед родителями в любом случае непростительны. Живет между людьми мудрое слово. Яйца курицу не учат. Юному возрасту прежде должно себя обучать и вразумлять хранением очей, обузданием языка и вообще благонравным и скромным поведением и обращением с другими, отражая от себя даже помыслы противозаконные и богопротивные, потому что люди смотрят только на лицо. Бог же взирает на сердце. От него зависит наша участь, как в настоящей, так и в будущей жизни. Никого не суди и не осуждай, да и сама избежишь осуждения от Бога. Наконец, вспомни и никогда не забывай грозное слово Господа. Аще кто постыдится мене и моих словес вроде сием прелюбодением и грешним, и аз постыжусь его, егда прииду во славу отца моего, со ангелы святыми. О почтении к старшим сказано в Писании «Старцу пакости не твори». Тем более дети обязаны всячески почитать своих родителей, стараясь успокоить их всем, что не противно заповедям Божиим. О чтении. Мнение мое в отношении занятий чтением такое, чтобы прежде всего занимать юный ум священной историей и чтением житий святых по выбору, незаметно носевая в нем семена страха Божия и христианской жизни. И особенно нужно с помощью Божией суметь ему внушить, как важно хранение заповедей Божиих и какие бедственные последствия бывают от нарушения оных. Все это выводить из примера прародителей наших, вкусивших от запрещенного древа и зато изгнанных из рая. Крыловый басни можно оставить до времени, а пока занимать ребенка изучением наизусть некоторых молитв, символа веры и избранных псалмов, например, «Живый в помощи Вышнего», «Господь просвещение мое» и подобных. Главное, чтобы ребенок был занят по силам и направлен к страху Божию. От этого все доброе и хорошее, как и напротив, праздность и невнушение детям страха Божия бывают причиной всех зол и несчастий. Без внушения страха Божия, чем детей не занимай, не принесет желаемых плодов в отношении доброй нравственности и благоустроенной жизни. При внушении же страха Божия всякое занятие хорошо и полезно. Особенные тонкости и предосторожности не совсем уместны. Нужно вести дело проще, с надеждой на помощь Божию, которой и всегда просить должно. Читая духовные книги без указания, вы опасаетесь, как бы вам не впасть в какие-либо неправильные мысли и неправильные мнения. Опасение ваше весьма основательно. Поэтому, если не хотите бедствия душевного, не читайте без разбора всякие новые сочинения, хотя и духовного содержания, но таких авторов, которые не подтвердили своего учения святостью жизни. А читайте творения тех отцов, которые признаны православной церковью за твердо известные и без сомнения назидательные и душеспасительные. Чтобы не потерять твердое православие, возьмите в руководство себе и детям книгу «Православное исповедание Петра Могилы». Рассмотрите ее со вниманием и с отчаянием, и написанное там содержите в памяти твердо, чтобы и самим хорошо знать дело своего спасения и знать, что нужно сказать и указать детям в приличное время. Второй книгой в этом роде это будет летопись или четвертая часть творений святителя Дмитрия Ростовского. За нею и прочие части его творений читайте не только для руководства относительно правых мнений и разумений, но и для руководства в самой жизни, чтобы знать и уметь, как, когда должно поступить чисто по-христиански, согласно православным постановлениям. Для этой же цели читайте книгу Аввадорофея, которую по справедливости называют «зеркалом души». Это зеркало покажет каждому не только его действия, но и самые движения сердечные. В посты, и особенно в дни говения, прилично и полезно читать творения Ефрема Сирина, в русском переводе, выбирая главы о покаянии. Остальное в его творениях можно читать во всякое время, не мешая также повторять главы о покаянии. Чтобы более утвердиться в православных понятиях, советовал бы я вам прочитать со вниманием и сочтением все творения нового угодника Божия святителя Тихона Задонского. Слог их, хотя и тяжел, но вы при чтении стараетесь обращать ваше внимание более на мысли и на предлагаемые христианские правила. Чтение двух русских светил, святителя Дмитрия Ростовского и святителя Тихона Задонского, многое вам разъяснит и хорошо вас утвердит. К этому прибавьте и слова апостола Павла. В научение странно и различно не прилагайтеся, добро обо благодатью утверждайте сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы ходившие в них. Евреям 13, 9 стих. И в другом месте. Аще мы, или ангел с небесе, благовестит вам паче, ежа благовестихом вам анафема да будет. Галатам 1, 8 стих. Крепко держитесь за это свидетельство и не соглашайтесь принимать никаких новых учений, как бы благовидны они ни были, подражая хорошо знающему все признаки и приметы чистого серебра, который скоро примечает примесь всякой лигатуры и нечистое серебро. Отвергает. Утвердившись в православном учении, читайте все духовные журналы со значенным разбором и изберите потом, который более придется по духу. Иногда детям нужно уступать. Не знаю, как подействовали наши слова на него, но только мы довольно много и усердно толковали с ним о разных предметах. На самом деле плоды наших бесед будут виднее у вас дома. Иное слова, иное сама действительность, которая обыкновенно выражается в поступках и действиях человека. Тогда уведомьте нас, как пойдет ваша общая жизнь. И я не совсем уяснил, потому что вполне не понимаю коммерческого хода дел. А Энн выразил предо мною желание свое так. Если бы маменька дала мне годовые проценты хотя бы с пяти десяти тысяч, тогда бы веселее было мне заниматься общим ходом дел. Так как на эти проценты барышны, я стал бы сам испытывать и маменьке показывать свою опытность, какая на самом деле будет выходить хорошая или нехорошая. Он сам вам лучше это пояснит, и как предположение это вы найдете удобным ли или неудобным, сами это разберите. И как найдете лучше, так и поступите. Окажется, по свойству его характера нужно немного и уступать. Слава и благодарение Господу, что и сам Энн доволен своей поездкой в Оптину, и вы в нем замечаете хоть некоторую перемену к лучшему. Говорите, будто я вам написал, что надо сыну более уступать, но что вы столько ему уступали, что больше этого и сделать нельзя. И я этого не разумел, описал, что иногда надо ему уступать. То есть я разумел, что должен ему уступать, снисходя к его характеру в мелочных делах, когда и где от этого не предвидится вреда. А в чем находите его желания несообразными с делом, можете при случае своей мысли объяснить ему. Учите детей и от них учитесь. Детей вы обязаны учить, а детей сами должны учиться, по сказанному от самого Господа. А еще не будете яко дети, не внидите в Царствие Небесное. А святой апостол Павел истолковывал это так. Не дети бывайте умом, но злобой умладенчествуйте, умы же совершеннее бывайте. Меры этой достигнут тебе от всей души желаю. Если же в совершенстве этом оскудеваем, то смиряться должны от всей души, чтобы таким образом не лишиться нам милости Божией, по-сказанному в Псалмах смирився и спасемя Господь. О непостоянстве желаний молодых. Пишите, что желаете женить вашего единственного сына, и он не прочь от женитьбы, что представляются много невест достойных, но ни одна не соответствует его вкусу. Таково вообще направление нынешних молодых людей и таков их вкус, которому трудно угодить, потому что они сами часто не знают, чего хотят. Что же для таких людей будет по душе и по чувствам? Опыт жизни и вера исправляют таковые души и чувства, и потому его теперь трудно вразумить. Он не сможет поверить ни вам, ни другому, пока не испытает легковесности суждения и чувств своих на деле. Он угрожает вам уйти из вашего дома куда-нибудь далеко или определиться в контору. Пусть идет из дому, только не пускайте далеко, а чтобы он жил где-нибудь, если не на ваших глазах, то у знакомых или у надежного человека, который бы мог удерживать его от своеволия. Пожив на чужих руках, скорее оценит ваш кров и материнскую заботливость. А если теперь его женить, при таком его душевном настроении едва ли будет прок в женитьбе. Как выбирать невесту? И спрашиваешь моего грешного совета и благословения вступить в законный брак с избранной тобой невестой. Если ты здоров и она здорова, друг другу нравитесь и невеста благонадежного поведения, и мать имеет хорошего, нерпотливого характера, то и можешь вступить с нею в брак. Если сын здоров и не обещался в монахе и желает жениться, то и можно, Бог благословит. А чтобы была посмирнее, то смотри. Если мать невесты смиренна, то и невеста должна быть смиренна, потому что по старинной пословице яблоко от яблоньки недалеко откатывается. Ты приискала какую-то невесту для Н, которая тебе нравится, и ты ждешь моего грешного благословения, чтобы начать дело. По получении моего письма наведи еще раз своей справки о невесте, чтобы узнать ее обстоятельно. И если действительно окажется хороша, то и Бог благословит начать это дело. А в заключении всего прибавлю. Вполне хорошо может быть только тогда, когда и мы со своей стороны постараемся быть хороши, как требуется от нас заповедями Божьими. Святой мученик Иустин, как значится в древних сказаниях, говорит, что Господь наш Иисус Христос во время своей земной жизни занимался делением плуга и ярма, означая этим, что люди должны трудиться и нести тяготу справедливо и наравне с другими, как впряженные валы ровно несут свое ярмо. Если один из двух будет отставать, то другому будет труднее. Если бы супруги ровно по-христиански разделяли тяготу своей жизни, тогда людям и на земле было бы хорошо жить. Но как супруги часто бывают упруги, оба или один из двух, то и наше благополучие земное не делается прочнее. Не оставляйте сына праздным. Если сами намереваетесь заняться предлежащими делами, а сыну с женой думаете выдавать сколько-нибудь на содержание, то советовал бы я вам, чтобы сын ваш был не совсем праздным. Купить для него имение для занятий хоть каким-нибудь хозяйством, чтобы не быть ему в праздности и без дела, потому что праздность есть начало и причина многим порокам и многому злу. Помоги вам, Господи, терпите, принимая это как от руки Божией. Как приучить к серьезным занятиям? Спрашиваешь, как приучить питомицу твою к серьезным занятиям, но сама знаешь трудность твоего дела. Особенно мудрено советовать издали, когда не знаешь, как будут приняты наши слова. Предложи сперва, чтобы из дня сделали день, а из ночи ночь, а когда в этом будешь иметь успех, тогда можно будет думать и о другом. И вообще, соображаясь обстоятельствами, делай, что можешь, призывая помощь Божию и содействие свыше от Господа, Ежа хочет всем спастись и в разум истины прийти. В благие минуты можешь сказать питомице, что она, как христианка, кроме журнала, должна читать духовные книги и, на слово, не верить всякому вздору без разбора, что можно родиться из пыли и что люди обезьянами были. А вот это правда, что многие люди стали обезьянам подражать и до степени обезьян себя унижать. Когда в будни нельзя бывать в церкви, пораньше вставай и прочитывай что-нибудь молитвенное в свое утешение. Неопределенным положением своим не смущайся, а жди с терпением устроения о себе промысла Божия. О справедливом завещании. Слышу, что вы написали духовное завещание, в котором назначили двум сыновьям большую часть капитала, а двум другим сыновьям меньшую. При написании духовного завещания следовало бы вам попомнить апостольское слово. Подражатели бывайте Богу, як у чада возлюбленные. Потому что Бог и пришедшим в едино десятый час повелел дать ровную часть сработавшими от двенадцатого часа жизни, не повинув як у безлобивой противления и прогневания последних. Тем более, что сам Господь в евангельском учении увещевает всех глаголе «Аще бо отпущайте человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный. Аще ли не отпущайте человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Рассудите хорошенько это великое слово Господне при настоящем вашем болезненном положении. Не придет ли вам благое желание изменить духовное завещание ваше, назначив всем детям части поровну? А такая путаница не даст покоя душе вашей в будущем веке. Вот как думаю аз грешный, так опишу вам убогий мой совет. Вы же рассмотрите сами снова дело это и здраво обсудив его сделайте так как будет полезной душе вашей и всем детям вашим. Матери скорбящей о неверии сына Подав однажды нищему милостыню о здравии вашего сына смутились когда он стал молиться об упокоении его не смущайтесь этим от ошибки или недоразумения нищего не могло и не может произойти ничего противного для вашего сына и ничего большего и лучшего нельзя пожелать как в свое время сподобится царствие небесного а что вы в скорби своей о сыне иногда думали что лучше было бы для него умереть нежели жить так как он живет за это укорите себя и с полной верой предайте и себя самое и сына вашего воли всеблагого и премудрого бога если господь чьи дни сохраняет то благодетельствует если чью жизнь пресекает то снова благодетельствует и вообще по слову святой церкви господь глубиной мудрости человеколюбно все устраивает и полезное всем подает и потому для человека нет ничего лучше и полезнее преданности воли божией а нам судьбы божии непостижимы вы сознаете что многим сами виноваты что не умели воспитать сына как должно такое самоукорение полезно но сознавая вину свою должно смиряться и раскаиваться а не смущаться и отчаиваться также не должно вам очень тревожиться мыслью будто вы одна невольная причина теперешнего положения вашего сына это не совсем правда всякий человек одарен свободной волей и сам за себя должен будет отвечать пред богом спрашиваете не написать ли вам на удачу сыну в москву и как ему написать чтобы тронуть его сердце напишите ему сперва вкратце чтобы узнать где он теперь находится а когда узнаете то можете написать и подробнее можно тогда ему сказать что он теперь вероятно собственным опытом испытал к чему ведет безбожие и вольнодумство что стремясь к необузданной свободе он забыл что от греха особенно досаждение родителям произошло рабство которого прежде не было на земле и тому подобное молясь богу пишите как господь положит вам на сердце и вообще вам должно теперь не столько заботиться о его вразумлении сколько молиться за него чтобы сам господь ими же весть судьбами вразумил его велика сила материнской молитвы вспомните из какой глубины зла извлекла блаженного августина молитва его благочестивой матери а молясь за сына молитесь и о себе чтобы господь простил вас в чем вы по невидению согрешили вы описываете как тяжела настоящая ваша одинокая жизнь примите это как евангельский крест благодарите бога пославшего вам оной к вашей пользе душевной и к очищению согрешений от которых никто из живущих на земле не свободен к утешению и назиданию вашему прочтите и в евангелии от матфея главы сна